А что такое фейковые новости, я забыла? Неправдоподобные. О том, как и для чего делают фейк-материалы в СМИ, школьники теперь знают больше некоторых взрослых. Даже обычный выпуск новостей старшеклассники теперь смотрят по-другому. Я сейчас меньше верю телевидению, потому что там могут... Ну, неправильная информация, предоставленная нам, поэтому нужно все тщательно проверять. Я скажу родителям, лучше проверить это, ну, в интернете, спросить у людей и так далее. По новостям, может, в газетах. Еще совсем недавно ребята из класса верили всем СМИ. А как не поверить, если об этом уверенно рассуждает человек из телевизора, говорят школьники. Я думал, что это все действительно то, что говорят, что все это правильно. Я этому и верил. Теперь в их школе в качестве эксперимента преподают уроки медиаграмотности. Программу специалисты составляли вместе с журналистами, поэтому все кейсы из практического пособия реальные. Те, что когда-то действительно вызвали неоднозначную реакцию. Вот, например, материал, получивший большую популярность в Кыргызстане. Публикация в российской ленте Ру. Тьма киргизская. Вроде бы и не фейк, но серьезной журналистской работой назвать материал сложно. Не все же любите, что так живут на публиках. Показали только минусы Кыргызстана. И то там даже нету местоположения. Это просто взяты откуда-то фотографии. Там даже нету правдивого мнения и фактов. Это делается для чего? Чтобы представить, показать Кыргызстан в каком-то определенном виде. Смысл всего этого сказанного ведет к тому, что вся жизнь в Кыргызстане вот такая, как она представлена. Поэтому детей преподаватели курса учат не принимать на веру любую информацию. Все нужно проверять и в других источниках. И уже как дважды два ученики знают, в материалах журналист обязан соблюдать некоторые правила. Журналист, когда берет интервью, он должен взять интервью от двух сторон. Например, от конфликтующих сторон и от той, и от другой. И он должен определять не свое личное мнение, а должен основываться на фактах. А человек, который смотрит данное видео, он должен уже сам посмотреть, через себя пропустить и сделать свою личную оценку. Для того, чтобы учить детей медиаграмотности, историк Марина Юрьевна для начала сама прошла этот курс. Экспериментальный проект охватил примерно 300 детей в Бишкеке и его окрестностях. Уже сейчас, до его завершения, говорит педагог, понятно, что подобные курсы нужно вводить во всех школах как обязательные. Я считала, что многие темы окажутся для детей легкими, а оказалось ничего подобного. Начиная с первого урока, оказалось, что многое у них вызывает затруднения. И нам, по большому счету, только кажется, что они такие продвинутые у нас в интернете, в информированности. Я провела в 10-м и в 11-м классе. Это все-таки дети постарше. Может быть, в этом плане с ними даже легче. А дети чуть младше, они тем более не умеют правильно пользоваться информацией. Умение критически мыслить и анализировать педагог учит использовать и в интернете. Отличить правду от чьей-то выдумки в социальных сетях и интернет-платформах детям еще труднее, считает Галкина. Поэтому уроки медиаграмотности, говорит историк, нужно ввести не только для того, чтобы научить рефлексировать, но и для того, чтобы обеспечить безопасность детей. Никогда нельзя вводить свои посмотные данные где-либо. Также нужно постоянно держать включенную наоборот на своем караузе. Чтобы не попадалось, они помогли, как типа я могу делать. Здесь килограмм до месяца, чтобы не приседать. Джубек Брегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан.